12.17. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Такие понятные слова. Никакого богостворства, жри мирно, чтобы с тобой здоровались, расстрелись, на тебя не шелкали по углам. Так легко это выполнить. А когда думаешь, что вообще дает совет совершенно невыполнимый. Я смотрю по Библии, по житиям святым и практически не нашел ни одного человека, кто выполнил бы это. Как это выполнить? От человека это многое зависит. Но если касается, что в этом задействован кто-то, как я могу того доставить так, как я хочу? Я очень осторожен с огнем. Говорю, тушите себе вещи, оборачивайтесь. А уж дома я там, вот подвертый у меня кричит. Это мне ни мало не помогло, потому что моя деревянная квартира, я же с пьяницей, она меня сожгла. Я ничего не могу сделать. Она уснула, она сгорела. А у меня-то потом горел. Так и это. Здесь две стороны. Если возможно, с вашей стороны, делай таково. Заранее Павел знал, что это невозможно. Павел, теперь мне давать совет. Чтобы с вашей стороны, если возможно, со всеми в мире, Павел, ты-то сам был со всеми в мире или нет? Сорок человек закрелялись, и ты клесть пока не убить его. Мне одна же записка подбросил, и один человек на меня покушается. За то, что я с их излетишками занимался, пропал Божий. И Атоп попался, каждый раз менял маршрут, иду не один, как-то с тобой, а это сорок человек. Все работы перекрыли. Так что в кабинете спустили его. Павел, ты дал совет, замечательный совет. Вот в Иеринской церкви, там смутан. Там евреи, язычники, христиане все, и никак в мир не установят, кто главный будет. Чей священник будет, чей дьяков будет, из кого двадцатку набрать. Но если возможно, Павел говорит, дорогой Павел, поверь, дорогой Павел, невозможно это же. Вот мы сегодня готовимся к встрече праздника Рождества и Святой Владыщицы нашей, приз на Деву Марии. Знаете, какое длинное название? Ведь ничего этого не было. А я по голову отрастал, и видит, я уже был врат. Просто приз на Деву не скажу. Говорю, ну что, нельзя. Да ведь было просто, ранилась Маша. Вот было просто так как. Иисус не знал, что дальше будет она пресса Дева. А теперь и зачатие родителями уже отмечают. Ну и тогда же праздники предыдущие идут. Как и Аким, Анна, да, в усовенном путем. Католики выявили, что она не порочила даже зачата без Акима. То есть православные с ними не сходятся, и даже на зачатие самой Божьей Матери уже мира никакого нет, если возможно. Невозможно. Вот первое посчитание Рождества до Неба. А кто не видел Иаков? Иаков, у тебя мир был? Какой же Иаков? А мир был же. Бежал до дня с ней дома. Потом родной брат сказал, что только Става покоролит, второй грот рядом будет лежать. Я убил этого Иакову. Меня Иаков обманул. Он ощутил благословение Отца. И вот как дело от Отца. А мысли сейчас Бог Иакову. А тогда-то все было по-другому. Для него никакого не существовало. Для Иакову разговор. Только он видел, что это несправедливо. Он по общению Отца пошел в поле. Отец любит эту пищу. А он в это время лишь с мамашей договорился, уже обманул его. А ему теперь введение. Мусульмане, которые придерживаются Иаковами, называются Иаковами. Они не слышат, не хотят об этой лестнице. Какая лестница? Ну а мальчики? Ему введение. Такие евреи подписали. Ну кто скажет, на чайной стороне. Я говорю, я на стороне Исаа, которым говорить не надо. Не по совести. Все не подаст в суд Исаак. Он выиграет процесс сразу, даже в районном суде. Но Бог пришли вымочить. Бог так сказал. И я теперь, чтобы быть в мире, согласиться с этой лестнице, с Иаков, я должен смотреть в Библию, у меня нет никакого выхода. Иаков пошел, а дальше это теперь дубина, но и в другом концом бьет его. Его тесть обманывает как хочет. Подсолну невесту не ту совсем. Кудру разобрался только. Кто он не узнает? И разок он в архитект попишет, читает. И потом тоже уже от теста бежит так, что с мучатами не дал, простите. Ему тесть ему говорит, пройти там белую. Ты мне поцеловать в мучать недавно всегда уходишь-то. Выслушал, все. Но можно в мире словами положиться? Нет. И у него на день. Это был и Ауриан. Ауриан, это уж сама любовь. Он такой был индиобильный. Вдруг поменяет какого-то Деда Рефа, который сгоняет из церкви. Иоанн, ты можешь с Деда Рефом быть мирным? Не надо смеяться. Невозможно. Он всех выгонял Деда Рефа. Кто не с ним? Я хочу быть со всеми в мире. Поверьте, я к этому стремился, особенно когда в север был. Особенно я думал с ребятишками. Я изменил свои отношения. Я буду изгладить. У меня всегда с тобой яблоки-компеты будут. Ничего этого нет. Почему? Я вам мир нарушаю. Я делаю замечания. Бабушке не нравится. Деду не нравится. Все. Мира нет. А почему? Язык мой мешает. Да, я язык я мире. Но только заговорю, а не к войне. Сразу к войне. Потому что я заговорил. А не заговорить можно не заговорить. Я-то люблю мир. Я хочу молчать. И вдруг считаю языки, или ты, в 18-ти, и говоришь, это ты меня брата согрешающего. К смерти. И не сказал, да, молчи мне. Но его кровь я отзвищу с тебя. Могу ли я молчать, когда Григорий говорит, в богослове, молчанием предается Бог. Молчать нельзя. А говорить врага нужно. Да это не сегодня уже заведено. Выходит, с нашей стороны, я на тысячи столкновались, с нашей стороны мир должен быть. Я обречил для мира. Если возможно. А та сторона, она ни по писанию не учитывается. Ты меня, если можешь обречить, обречи. Я исследую себя, думаю, ни на кого я не обижаюсь за обречение. А ведь может, это совсем не так. Это так глубоко где-то сидит, и так сказали, и так греча не сделали. Да как-то было подойти, что советует, а сам ни с кем человек не работает. А на меня сколько недовольны за книги, за нас, если под фотографиями недовольны, жгут меня. Я просто этого не делаю. Но я вижу результат. Как души не просто интересуются, а к Богу приходят. Из титанцев православия по моей книгам уже приходят. Я получаю свидетельство из-за границы, из дальнего зарубежья. А могу я быть в мире, с местными священниками? Никак. Я не могу. Я, в принципе, был патриарх Тихон. Первый этот собор, избравший патриарха Тихона. Я сегодня-таки занимался весь день этой тематикой. Я ни с кем бы мирным не был. Я бы сказал, мне делом занимаюсь. Никто не понимал, что за февральской революцией рядом Октябрьская и все, кто сидит все тормашками. Никто не один на всем соборе. А 300 тысячи мартигерей и священников миллион было. Не один. Все думали еще, у власти будет какой-то подход, и какого у власти подхода не будет. Она поставила царю уничтожить церковь. В 90-е церковь пока никто не слыхал. Как церковь уничтожить? Да на нем все базируется, все нравятся. А пошли вы со своей нравственностью. Тут же еще соборный кончился, уже митрополит Киевского Владимира уже расстреляли штыками из колоня. Все пошло по-другому. Тоже уже в этом же, в 80-м году будет царь, не просто царь, а царь. Под кормом все всех старских братовец всех нашли, даже их жены нашли, которые давно уже монахинии были, как они строят, и тех расстреляли. Такого никто не знал. Выходит, не от того, что раздорного на всю Россию не было, а наши перечисляли щитотворящие, дотворец, какой щитотворец, защитили, никого нет. Я эти слова говорю, буду я мирным, вот ясно делаю, какое ко мне будет отношение. И читая эти слова апостола Павла, находясь не там, в Римской 5, а сегодня здесь, я сам тебе должен сказать Павел, прости, но невыполнимо. Научи меня, как быталлитетом. Ну, Златоустый я был миролюбивый, но его свежие епископы. Саристу тесну свою сторону и доктора перетянуло. Его осудили, лишили сана. Златоустый. Ну, не Серафим и Саровский говорили, стяжи дух и езжи, спасу, совоку тебя тысячи. А пришли его преступники с папором, обухом его окажем, где лёгра всё переломали. А почему ты с ними-то не мирный? Так это другая сторона, не моя. Это змей, бракон на него наслал. Ну, я нахожу, что война была со священниками. Я говорю, за вами олянами не успеваю всё подбирать, чтобы упустили. Я знаю, что эту заповедь возможно выполнить, если возможно. А мы сразу скажем, невозможно. Но намерение, которым ты делаешь, говоришь, оно должно к миру вести. То есть, если бы та сторона ответила пониманием, то, что по слову Божию, это был бы мир. Я ведь сказал, замещение, что ребёнок плохо улучшится, или ударил кого-то. Ну, не для того, чтобы унизить тебя, чтобы ты поданимался, ты увидел, что так и делается. Старый, молодой, ну, не страшно только обладает мудрость. Они бывают из ума уже выжили старикита. Молодой может подсказать, а ты что молодой видишь, уже? Да думаешь, и где хочет. Может быть, через молодого тебе как раз и указание, чтобы, сходя во гроб, ты похаялся в чём-то. Всё слово Божие говорит. 1 Коринфянам 7, 15. Если же неверующий хочет разгрестить, пусть разбудится. Брат или сестра в таких случаях не связаны к миру, что и звал нас Господь. Тоже, все непонятно. Свободны, как свободны. Второй раз, лучше находить при живом, при любодении ты будешь. А здесь говорится неверующий. Очевидно, по нашим понятиям, невенщенный. Церковь этот брак не признаёт, но, если он хочет, к миру. Вот уже к миру это возможно было, если бы та сторона была согласна на мир. Пётр говорит в Первом Послании Требенокси. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и стремись к нему». Ты его не достигнешь, но ты его ищи и стремись. Как он осторожно, Пётр сказал, это надо искать. Я думаю, раз братьям говорит, кому-то пойти, даже едва, здесь, живущих, я говорю, «Знаешь, брат, ты иди, меня они не воспринимают, мой голос их раздражает, сходи ты, сходи поговори, а вот тебя не примут, второй братец, ты сходи, а нет, ну тогда уж я пойду, давайте мне пойду». То есть мы должны всё-таки посмотреть по ступеням, как-то сгладить это. Ну а если твои миролюбивые попытки привели, не привели ни к чему, что ты можешь сделать? Ещё эшелоны с пшеницей, с нитем, с рудой, и шли в Германию, а у Германии уже план Барбаросса с Астанем был разгромить Россию. Уже войска границы подтягивались. И никакие планы, никакие договоры ничего уже не помогало, потому что там сатана своё дело делал. Второе послание к Коринфянам 13.11. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, блаженными миротворцами. Заодно это блаженство уподавляет, что Сыну Божию будете нарешены с нами Божьими. К этому надо стремиться. 1 С. 5.13. И почитать их преимущественно с любовью к священникам. Заделай, будьте в мире между собою. То есть разным церквам парам непременно добавляют, будьте в мире. Моей матери наказ предсмертный был как раз такой «Сыновья мои, живите мирно!» Сами, между нами войны, как будто, никакой и нет. Не воинственные люди. Но мать что-то видела дальше. Это последние, буквально, предсмертные ее слова. 2 Тимофея 2.22. «Юношеский похоти, убегай, одержись, правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа чистого сердца». Вот тут он разъяснил, с кем? А тот, кто молится, да не просто молится, повторяет, а чистого сердца. Мне говорят, вот могли бы, вот как разобрали жития святых, вот богослужения. Нет. Это то место, где меня сразу голову снесут. Меня перетерпели жития, это где-то, даже по Библии ничего нет, а богослужение это сердцевина всего. У меня не просто враги будут, меня сенота монахами предают. Хотя я бы коснулся, вот это вот вторичное чтение, когда считают псалты, а священник обязанно выходить и про себя считать молитву. То есть на этом фоне он половина не запоминает, и ничего нельзя сделать, сказать нельзя. Это уж я в близком кругу говорю. А молиться можно об этом. Молиться. Пусть служба будет даже в чем-то сокрещена или как-то. И было же четырех власти. Одновременно, сами, на четыре голоса разные считали. Против чего Аввакум и восстал. Многогласие называлось. Ну и как понимать, когда кричат, никто не знал, как афония звуков была. Вообще понять нельзя. До покоя молятся здесь же, здесь же речают. Все, и все в одном помещении было. Колостынам 314. Более всего обрекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И тогда к этому начнет пропуск пути мира. Невозможно. Ну а был хоть один день мира, не могу припомнить. Я если рядом вижу люди со мной в мире, а где-то кто-то недоволен. Обязательно. Но стремиться к миру надо, если возможно, Павел говорит. Заметьте, вот этот оговор сказал. Если возможно, с вашей стороны. А про ту сторону не говорят, она уже заранее враждебно настроена. У нас ушли некоторые, у меня Библия начитана. Надейте. Я не сразу называю и бросила по-моему на это бро, чтобы голос не было слышен. Библия, это мне одно слово больше нет. Как я могу быть в мире? В колоссе 3.15 И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле и будьте дружелюбны. Я решил посмотреть по слову Божию. Как же достигнуть мира? По-человечески есть способы, психологи говорят, политологи, а вот как по-божьему? Возможно это или невозможно? Это когда владычеств в сердцах ваших мир, при том добавляет Божий, я по частям нахожу, во-первых, та сторона прислушивается и ты стремишься к миру Божию. Не просто мирно жить. И Тесианам 4.13 Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Мир, который дал Господь. Слава Вышнему Богу на земле мир. Мир. Вот мы прочитали я говорю сегодня, и что врата, в которые сядет Господь, никто не пройдет. Потропую, прочитаю мусульман, они все враги этим словам. Как так? Не пройди. Мусульмане специально у ворот там делали кладбище, чтобы месей не прошел, потому что кладбище покойники, оскверняет его. А не вот, что сделали те врата. А мы понимаем обоговориться, а и приснодет из них. Даже то, что мы сегодня считали, написано неразумные, придите ко мне, в притче Соломона считайте. Это к каждому. Одно дело, тогда просто неразумные, а ты дремль сидишь, а другое дело, подошел и сказал, Соломон, неразумные. А неразумные, значит, глупые. А глупые, значит, совсем тебя нет ума. Ты что делаешь? Ты на что время тратишь? Слова твоего переведи до конкретной к личности, вот тебе и Соломон уже не понравится. Галатам 5.22 Плошь же духа. Если духовный человек, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие. Еще нашли одну грань. Стремиться к миру в духовном ане. То есть речь идет о спасении души. Евреям 12.14 Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Если святость зависит от меня и от Бога, то старайтесь мир иметь со всеми. Надо, чтобы та сторона к этому была расположена. Если она не расположена, абсолютно бесполезно. Ну, давайте старайтесь. Знаешь, у нас пример, что-то есть учитель наш, Арабий Иисус из Назарета. И сколько же у него врагов-то было? Как они гонялись за ним? И наконец поймали, осудили. А почему он не мирный за ними был? Да это невозможно. А ученики Христов почти все погибли на кресте. Все казненные были, отрубили голову. И Арабий 3.16 Ибо где зависть и сваргливость, там и устройство и все кудое. Это с той стороны. Почему? Ни мира нет, зависть. Завидуют. Я знаю, большинство недовольных завидуют чем-то. Они даже сами не соглашают. И сваргливые. Это желание спорить. Марка 9.50 Соль добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее исправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой. Даже в этих словах Христов они несовместимы. Соль и мир никак. Опять соль на рану насыпал. Где соль, там обязательно обратная сторона будет реагировать отрицательно, если она неверующая. Если возможно с нашей стороны. Слово должно быть неправильно солью Павел говорит. То есть оно должно достичь, выполнить, для чего оно пришло. Матфея 5.5 Блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Блаженны миротворцы, 9 стих, ибо они будут оторжены сынами Божьими. Притча 12.20 Коварство в сердце злоумышленников, радость у миротворцев. Думай, как привести к миру. Вот сказали бы сейчас, кто на тебя недоволен, и вот положили все силы, средства, стали бы людям помогать, и сказали, возможно, примирить. Невозможно. Никак. Они не любят Слово Божие. Они не любят, и я не могу никак отступиться и сказать, Слово Божие не нужно. Никак. Псалом 119.5.7 Горе мне, что я пребываю в Моцаха, живу в Шафров Китарске. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Своя мир, но только заговорю о ней к войне. Салом 35.3.15. Уклоняйся, И делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Главный мир это с Богом установить. Я имею мир со Святой Троицей, привитя покаянием. Иметь мир с церковью, и с церковью не уходить, не быть сектарным. Вот уже мир. С ближними, с ближним пословом, прежде чем что-то сделать, помолить. И с самим собою, чтобы душа не зазирала то, что ты сказал и сделал. Римлян 14.17. Ибо Царствие Божие не пища и питья, но праведность и мир и радость во Святом Духе. То есть Царство Божие это наследники мира достигнут. И уже здесь на земле. Римлян 14.19. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Найдем или нет, но искать этого будем. Как примириться, проходит какое-то время, видишь, обстановка меняется, не останавливайся на этом, попытку еще сделай, не сам через кого-то, написать, подарок сделать, совет дать. То есть стремись к миру со всеми людьми, если это возможно. А это возможно с помощью Господа, даже с самым невозможным. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,